Азербайджан отмечает 106-ю годовщину со дня создания вооруженных сил. Об этом написано бесчисленное количество статей. Подготовлены сюжеты, сняты фильмы, в частности, о разных видах войск, воинских объединений, об отдельных личностях, участвовавших в разные периоды в боях и проявивших героизм и храбрость. Однако, в большинстве случаев деятельность Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу обходилась стороной. Должен отметить, что именно данная структура играет важную роль в обеспечении вооруженных сил новыми кадрами, повышении обороноспособности страны и ее готовности к различным вызовам. Уважаемые зрители, вы смотрите «Карабахскую хронику» и с вами я, Фардин Исазаде. Доброго времени суток! Основа современной азербайджанской армии была заложена в 1918 году Азербайджанской Демократической Республикой. С момента своего создания эта структура, которая называлась военным министерством, столкнулась с внутренними и с внешними угрозами. Подразделения ведомства на западе страны в Сюрмали, Вейдбасар, Гюйча, Дерелиас, Зангизурском, Махалах, на территории Нахчеван, Казаха и Карабаха воевали против армяно-дашнахских боевиков, а с север на юг и с востока на запад с большевиками и поддерживающими их внутренними силами, испытывая острую нехватку боеприпасов и личного состава. Мало того, политические процессы того времени также оказали серьезное влияние на формирование армии. Всего за двухлетний период в стране сменилось пять правительств. Эти изменения не прошли мимо военного министерства. За короткий период в ведомстве, ведущем боевые действия по всей территории страны, трижды назначались новые руководители. Аналогичные процессы происходили во время Первой Карабахской войны. Внутриполитическая напряженность в Азербайджанской республике, подвергшаяся агрессии, достигла такого уровня, что в период с 1991 по 1993 годы 9 человек становились руководителем оборонного ведомства. Это хаотичное управление в оба периода наносило сокрушительные удары по общественно-политической стабильности, экономическому развитию, обороне и боеспособности страны, создало недоверие к руководству государства. В 2020 году, когда была объявлена частичная мобилизация, перед именуемыми в народе военкоматами наблюдалось большое скопление людей. Через их ворота невозможно было пройти. Несмотря на это, в процессе привлечения в ряды армии наблюдалась системность. В отличие от Первой Карабахской войны, молодежь насильно не сажали в автобусы перед станциями метро и не отправляли на передовую. Если помните, в то время молодые люди, едва завидев полицию, кричали «Облава Искандер!», подавая знаки своим сверстникам, сбегали и прятались. Во время Второй Карабахской войны наши люди с целью участия в боевых действиях добровольно обращались в военкоматы. Те, кто получал отказ, сами направлялись в прифронтовую зону. В отличие от 90-х, на этот раз полиция предотвращала самовольное вступление в ряды вооруженных сил, поскольку какого-либо недостатка с личным составом на фронте не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, в 2020 году мы стали свидетелями высокого уровня профессионализма азербайджанской армии. В ходе контрнаступления наши военнослужащие двигались только вперед по всем направлениям оперативной зоны, освобождая один за другим села, поселки, города и райцентры. Обеспечивающей армию дополнительной живой силой стала государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу. Мы не можем предоставить вам информацию о численности мобилизованного учреждением персонала. Эта информация находится под грифом «Секретно». Однако отметим, что численность мобилизованного службы и личного состава была равна численности дополнительной армии. Правда, хоть и не все из мобилизованных участвовали в боевых действиях, но в полной боеготовности ждали приказ в соответствующих местах. Кроме того, служба на основании заявки вооруженных сил обеспечила армию необходимым количеством военно-транспортной техники. Сегодня наше наблюдение показывает, что военно-политическое руководство Азербайджана подробно проанализировало последние 100 лет военной истории страны и сделало соответствующие выводы, в том числе из операции Второй Карабахской войны. Процессу подготовки кадров сегодня придается большое значение. Резервисты регулярно участвуют в военных сборах. Нет, это не подготовка к новой войне. Однако следует отметить, что если мы хотим мира, мы должны быть готовы к битве. Словом, реформы, проведенные в Азербайджане в период 1993-2020 годов, охватили и государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу. Можно с полной уверенностью сказать, что будучи непросто сетью военкоматов, сегодня эта структура отвечает современным требованиям и вызовам. Ее работа основана на максимальной прозрачности и оперативности. А это, в свою очередь, фактор, направленный на обеспечение удовлетворенности граждан. Таким образом, мы не ошибемся, если назовем государственную службу по мобилизации и призыву на военскую службу мостом между вооруженными силами и обществом. Именно в результате этих реформ мы в ходе Второй Карабахской войны 2020 года и в локальных антитеррористических мероприятиях 2023 года увидели не скрывающиеся, а готовые сражаться не на словах, а на деле гордую азербайджанскую молодежь. Дойщие, словно, не в том, что мы хотим, что мы хотим. Мы хотим, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим. Мы хотим, что мы хотим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...